Дайте человеку рыбу и он будет сыт один раз. Дайте человеку удочку и он будет сыт постоянно. Дайте человеку новинки рыболовного рынка и он поймает очень много рыбы, станет промышленником, все будет хорошо у человека. Круг инструментов для этого промысла сегодня чрезвычайно широк. Просто навороченным спиннингом уже никого не удивишь. Это глубиномер и поисковик рыбы, который устанавливается стационарно на лодочное, на плав средства, на лодку. То есть его основная функция – это замер глубины и отображение рыбы. Подводные камеры, сонары, прочие сложные устройства – все это может сделать рыбалку очень продуктивной. Правда, есть одно но. Оборудование достаточно дорогое, то есть его не каждый может себе позволить. С одной стороны, да, но пользуются спросом, их берут. Но, допустим, те же самые подводные видеокамеры нужны для чего? То есть человек опускает воду, смотрит, где стоит рыба, ну и уже пытается ее выловить. То есть это, в принципе, не совсем спортивно. А поскольку большинство рыболовок все же предпочитают спортивный вид, основная часть новинок на рынке появляется именно для них. Приманки – это вещь такая, которая обновляется практически каждый год. Это многосоставная приманка. Приманка подповерхностная, что соответствует по ее лопате. Эта приманка привлекает рыбу за счет того, что она движется в воде, имитируя живую рыбку. Большое разнообразие имеются пластиковые приманки, либо еще их называют силиконовые. Это сейдобная резинка. Существуют вспомогательные средства, которые на рыбалку непосредственно не влияют, но делают ее заметно комфортнее. Такие, как противомоскитные приборы. В новинок бытовых устройствах такой же картридж. Принцип работы – помещается картридж, загружается баллончик с газом, открывается клапан, площадь огромная, 20 метров квадратных. Новые технологии с каждым годом делают рыбалку доступнее и интереснее. Это повод попробовать ей заняться. Возможно, она станет новым хобби и предлогом разумного хвастовства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова